За его плечами десятки походов и экспедиций. Он покорил вершины Кавказа и Памира, побывал на Урале, Сахалине и Югославии, путешествовал по Карпатам, Карелии и Саянам, каждый раз привозя с собой из походов тысячи фотоснимков. Часть из них представлена в Нинецком краеведческом музее. Здесь накануне состоялась презентация совместной выставки заслуженного путешественника России Леонида Скальского и художника Евгения Коптева. Одними из первых с природой от Урала до Тимана познакомилась наша съемочная группа. Эта сценка о том, как стойбище оказалось заложниками непогоды. Разогнать тучи помог звук шаманского бубна. На небе вновь вышло солнце и можно отправляться в путь. Именно такой постановкой артисты фольклорной группы Ханептё приветствуют гостей из Усинска. На Ринмар прибыл заслуженный путешественник России Леонид Скальский. За его плечами десятки различных походов и экспедиций, в том числе на Урал и Северный Тиман. Когда попал на север, то нашел здесь такую красоту, которой пока никак не могу насытиться. Всё своё свободное время Леонид Николаевич стремится провести на природе. Говорит, здесь и дышится по-другому, и впечатлений хватает на год вперёд. Когда мы возвращаемся туда, у нас просыпается что-то исконное, и мы чувствуем, что мы можем с природой жить по-другому. То есть начинаешь действительно там слышать что-то от природы, ответ какой-то. Вот я чувствую опасность зачастую, когда вот спокойно, ну, в хорошем состоянии, нормальном. Вот какие-то такие необычные ситуации. Эта природа с нами там вот общается. В городе мы абсолютно это теряем. Исследуя новые маршруты, покоряя новые вершины, путешественнику не раз приходилось встречать на своём пути представителей дикой природы. Мы на байдарке поднимаемся, и он перед нами там буквально метров 20 переходит реку. Я достал фотоаппарат, думаю, сфотографирую, но не успеваю. Байдарку разворачивает, я крикнул, чтобы его привлечь. Вот он выпрыгнул на берег там, встал на задние лапы, не убегает никуда. Он оказался огромным. Он не такой, как он бывает, ростом человека, медведи, а вот раза в полтора-два больше взрослого мужчины, огромный медведь на задние лапы встал и вот стал рассматривать нас. Вот мы тоже что-то ощутили себя немного пищей и уже стали смотреть, как бы отсюда, может, быстрее рвать когти. Но, видимо, он был не голодный, пошёл дальше. Каждый раз, отправляясь в путешествие, Леонид Скальский берёт с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть красивые уголки нашей природы и поделиться этим с окружающими на персональных фотовыставках. С Леонидом Николаевичем мы уже сотрудничаем больше 15 лет. Каждый год после похода он возвращается с новыми впечатлениями, делает выставку. Также Евгений Сергеевич Коктев рисует новые картины, потому что держать это в душе и не делиться своими впечатлениями очень сложно. Я их понимаю как художник. Возможность познакомить жителей округа с работами заслуженного путешественника России Леонида Скальского и художника Евгения Коктева появилась благодаря сотрудничеству Ненецкого краеведческого музея и музейно-выставочного центра «Вортос» города Усинска. В прошлом году мы вывозили выставку, назывался у нас «Керрариум Триасового периода». Как раз к этому времени были подготовлены экспонаты различных амфибий, рептилий, которые проживали на территории нашего округа, нашего региона. И она там очень благополучно нашла своего зрителя, было очень много отзывов. Наши усинцы вообще с удовольствием восприняли эту выставку. У нас ходили школы, ходили детские сады. В общем, было замечательно просто. И, наверное, это был старт для такого общения, потому что все-таки Наринмар – это наш ближайший сосед, нас соединяет зимой-зимник, то есть мы свободно можем ездить по бездорожью, по-нашему, перевозить выставки. Почувствовать себя путешественником, окунуться в мир удивительной и первозданной северной природы хотя бы на несколько минут может каждый житель и гость Наринмара. Выставка «От Урала до Тимана» будет работать в Ненецком краеведческом музее в течение месяца.